здравствуйте ребята рада приветствовать вас на первом уроке в третьей четверти надеюсь что ваши каникулы прошли интересно что вы хорошо отдохнули и готовы работать начинаем тема сегодняшнего урока прогулки зимой сегодня на уроке вы узнаете как назвать предмет или лицо которому что-то принадлежит научитесь называть предмет или лицо которому что-то принадлежит с помощью существительных в родительном падеже составите рассказ о случае на горке урок мы начнем со знакомства с новыми словами принадлежать гнездо заповедник кормушка лесник морал пропадать пропасть принадлежать это самое важное слово для этого урока вы знаете слово чей если мы говорим чья это вещь значит мы говорим кому эта вещь принадлежит посмотрите на рисунок из учебника собака несет шапку чья это шапка это шапка девочки можно сказать что эта шапка принадлежит девочки а что вы видите на этой фотографии следы какого-то животного а вы знаете кто их оставил кому они принадлежат может здесь пробежала леса тогда мы скажем что эти следы принадлежат лисе а это гнездо здесь птицы живут и высиживают птенцов заповедник это место где живут разные животные птицы и растут растения и человек их охраняет такие места есть и в нашей стране сейчас вы видите озеро сары челек это сары челек зимой а это летом очень красиво правда озеро сары челек находится в заповеднике который тоже так называется заповедник сары челек одно из самых красивых мест кыргызстана а это кормушка сюда люди насыпают корм для птиц зерна хлебные крошки люди делают кормушки не только для птиц но и для белок и других животных чтобы помочь им зимой когда везде лежит снег и животным трудно найти себе корм лесник это сторож леса он охраняет лес животных и птиц которые живут в нем деревья морал олень это красивое животное вы сейчас видите на фотографии кыргызы всегда с уважением относились к моралам у кыргызов есть легенда которая рассказывает что один из кыргызских родов буху произошел от буху-эне что в переводе с кыргызского означает мать олениха и еще одно новое слово пропадать пропасть пропасть значит потеряться перестать быть видимым посмотрите здесь проехали лыжники мы видим следы от лыж но вдали за поворотом эти следы уже не будут видны можно сказать что следы лыж пропадают за поворотом а теперь ребята повторите за мной новые слова старайтесь произносить правильно обращайте внимание на ударение принадлежать гнездо заповедник кормушка лесник морал пропадать пропасть теперь ребята давайте посмотрим как вы запомнили значение слов слева вы видите толкование слов их значение а справа сами слова подберите к каждому слову правильное толкование итак человек который охраняет лес это лесник место где охраняются животные птицы и растения что это конечно заповедник место где птицы высиживают птенцов это гнездо место где люди оставляют корм для птиц и животных это кормушка а теперь обратите внимание на эту таблицу сравните примеры в двух столбиках похожи они по значению или нет похожи во всех примерах говорится о том что что-то принадлежит человеку или животному что обозначают выделенные слова они называют человека или животное которым что-то принадлежит на какие вопросы отвечают эти слова на вопросы чей чья чья чье чьи чей нож нож лесника чья нора нора лисы чье ружье ружье отца чьи следы следы белки в каком падеже стоят выделенные слова в родительном падеже если у них предлог нет итак что нужно сделать чтобы назвать лицо или предмет которому что-то принадлежит чтобы назвать лицо или предмет которому что-то принадлежит нужно задать вопросы чей чья чье чьи и употребить имя существительное в родительном падеже без предлога давайте вспомним какие окончания имеют существительные в родительном падеже как видно в таблице в родительном падеже существительные первого склонения имеют окончания и или и например следы птицы белки услов второго склонения в родительном падеже окончания а или я например следы волка медведя у существительных третьего склонения окончания и например след мыши во множественном числе услов могут быть разные окончания нулевое ов ей вспомнили тогда посмотрите на следующий рисунок друзья тимур алина и антон пошли гулять со своими собаками скажите где чья собака и так чья это собака кто держит ее поводок это собака алины а это чья собака это собака это собака тимура ну и наконец это конечно это собака антона молодцы ребята вы не только догадались какая собака кому принадлежит но и правильно ответили на вопрос чья а теперь давайте послушаем текст слушайте внимательно потому что потом вам нужно будет ответить на вопросы которые вы сейчас видите на экране где работает отец болота кем он работает что любят делать болот с отцом что можно увидеть на снегу чьи следы видели болот и его отец почему болоту с отцом нравится рассматривать следы отец болота лесник он работает в заповеднике аларча это известный заповедник кыргызстана болот с отцом любят обходить лес зимой все как будто покрыто белой скатертью а на ней следы они то пропадают то снова появляются вот следы белки а здесь следы хитрой лисы а вот следы морала так отец и сын узнает о жизни лесных зверей нашли ответы на вопросы где работает отец болота кем он работает отец болота работает в заповеднике аларча он лесник что любят делать болот с отцом они любят обходить лес что можно увидеть на снегу на снегу можно увидеть следы чьи следы видели болот и его отец в этот раз они видели следы белки лисы морала почему болоту с отцом нравится рассматривать следы потому что по следам они узнают о жизни лесных зверей а теперь вы видите на экране текст который сейчас слушали прочитайте и найдите в нем слова которые отвечают на вопрос чей чьи а 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 Проверьте. Думаю, вы назвали такие слова. Это болота, белки, лисы, морала, зверей. Здесь есть еще одно слово – Кыргызстана. Хотя к нему нельзя задать вопрос «чей?», потому что так мы спрашиваем о людях и животных. Но это слово тоже имеет похожее значение. Заповедник Кыргызстана – значит, этот заповедник находится в Кыргызстане, принадлежит Кыргызстану. Давайте выделим из текста словосочетание с этими словами и еще раз посмотрим, как употребляются слова в таком значении. Обратите внимание на окончание. Отец болота. Заповедник Кыргызстана. Следы белки, лисы, морала. Жизнь зверей. Хочу обратить ваше внимание на слова. Белки, лисы и морала. Почему в словах разные окончания? Хотя они отвечают на один вопрос. Чьи? И даже связаны с одним словом. Следы. Потому что слова белка или са первого склонения. В них должны быть окончания и или и. А слово «морал» второго склонения. Поэтому в нем окончание – а. А теперь восстановите предложение. Для этого вам нужно поставить слова в скобках в правильную форму. У вас будет для этого время. Около птичьей кормушки полно всяких гостей. Вот прилетела целая семья воробьев. А вот следы вороны. Здесь бывает много птиц. Может быть, поэтому здесь остались и следы кошки. Голодно птицам зимой. Вот они и летят ближе к дому человека, чтобы найти корм. Итак, давайте вспомним, что мы узнали сегодня об одном из значений имени существительного. И восстановим это правило. Успели? Чтобы назвать лицо или предмет, которому что-то принадлежит, нужно задать вопросы «Чей?», «Чья?», «Чьё?», «Чьи?» и употребить имя существительное в родительном падеже без предлога. А сейчас мы вместе составим рассказ об одном случае на горке. Нам помогут эти картинки. Как вы поняли, случай этот произошёл с двумя детьми. Это Айнура и её брат. Что делали Айнура и её брат? Айнура и её брат катались на санках с горки. Кто ещё был на горке? На горке ещё был их друг Нурбек с собакой. Вот ребята сели на санки и поехали вниз. Что случилось в это время? В это время шапка Айнуры слетела у неё с головы. Почему Айнура заплакала? Наверное, Айнура искала свою шапку, но не нашла. Тогда она заплакала. Жалко. А ведь история так весело начиналась. Как вы думаете, как она закончится? А вы помните картинку, которую я показывала вам в начале урока? Вот она. Кто помог Айнуре? Как? Собака Нурбека нашла шапку и принесла её Айнуре. Что чувствует Айнура? Девочка очень обрадовалась. Теперь можно кататься дальше. А вот какой рассказ мы вместе с вами составили. Случай на горке. Айнура и её брат катались на санках с горки. На горке ещё был их друг Нурбек с собакой. Вот ребята сели на санки и поехали вниз. В это время шапка Айнуры слетела у неё с головы. Айнура искала свою шапку, но не нашла. Тогда она заплакала. Собака Нурбека нашла шапку и принесла её Айнуре. Девочка очень обрадовалась. Теперь можно кататься дальше. Наша история закончилась хорошо. А эти брат и сестра, которых зовут Марат и Диана, уже вернулись с прогулки. Сняли верхнюю одежду, отложили клюшку. Скажите, пожалуйста, чьи это вещи, брата или сестры? Чья это шапка? Это шапка сестры. А можно ответить так. Это шапка Дианы. Чьи это перчатки? Это перчатки брата. А чьи это варежки? Это варежки сестры. Чья это розовая куртка с цветами? Конечно, это куртка Дианы. А это синяя куртка чья? Это куртка Марата. Чья это клюшка? Думаю, что это клюшка брата. Это клюшка Марата. Прекрасно! Вы справились и с этим заданием. А теперь ответьте на следующие вопросы. В ответах используйте слова из скобок в правильной форме. Чьи вопросы слушают ученики? Ученики слушают вопросы учительницы. Чьи родители пришли в школу? В школу пришли родители учеников. Чья это комната? Это комната родителей. Отлично! Думаю, что теперь вы уже правильно отвечаете на вопросы чей, чья, чье, чьи. А наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке вы узнали, что значит слово «принадлежать». Узнали, как назвать предмет или лицо, которому что-то принадлежит. Научились передавать это значение с помощью существительных в родительном падеже. Составили рассказ о случае на горке. Вы сегодня отлично поработали. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова